Всем добра и здравия, дорогие друзья! С вами Катархон, ты, седьмая серия Соединенных Штатов Америка в моде Миллениум. Продолжаем нашу кампанию, готовимся к войне с Израилем. Сколько у нас там дней, кстати, осталось? Посмотрим. Осталось всего-то ничего, 33 дня. То есть вообще скоро-скоро-скоро Израиль познает нашу мощь. Был под защитой, а теперь вдруг встал вот так вот, бац, и получит от нас. Это будет вполне себе неплохо. Кстати, я могу отключить все войска, кроме своих. Даже будет, наверное, удобнее, меньше нагрузка будет и быстрее записи. По поводу того, что я неправильно называл, тут написано Альгоре, а на самом деле он Альберт Гор. Спасибо тем, кто написал. Одному и тому же человеку, кстати, ему же и спасибо, ему же и не спасибо, потому что он под последними сериями вообще начал бомбить по поводу того, почему я его не слушаю. Хотя должен был бы знать то, что я был в отъезде, и все эти шесть серий были предзаписаны. Я, ну никак, извини меня, заранее не мог знать о том, что ты там мне напишешь и подправишь. Так, все, кстати, мы закончили. Давайте дальше. У нас тут идет союз с Японией. Значит, в скором времени будет восточно-азиатская программа поддержки и потом еще и объединение. То есть Корейская Республика, Апонская Республика, Китай. Вполне себе неплохое дело, на самом деле. Конечно, будут дойти до сюда ячейку исследований. Фабрики, фабрики, проекты, фабрики, инфа. Вторжение. Ну, вторжение в Афган мы будем потом уже. Уже когда, знаете, дойдем до Афгана, тогда давайте этим займемся. Потому что сейчас смысл высадиться в Афган я смогу, ну как вам сказать, разве что только по воздуху. И то это не самый лучший вариант, так как этим я не оснащался и к этому не готов. Так, морпехи у нас готовы. По производству у нас все неплохо с вами. Морпехам, кстати, можно было бы кинуть еще что-нибудь. Сейчас посмотрим, чем можно кинуть. Разведка есть. Это саперку, кстати, можно кинуть, было бы вполне получить бонусы ко всему делу, в том числе укрепленности. Но, нет, не буду этим страдать даже. Поживем как есть, а там посмотрим. Так, нападение на Израиль. После Израиля мы с вами пойдем на Пакистан. Либо все-таки сразу же, ну вот не знаю, значит сразу же. Можно забрать сначала Королевство Иордании в бой. И там в целом здесь хорошо расположено. От него мы уже получим границу немного побольше с Сирией. Там же можно Ливанское государство забрать. Чтобы были бы на них претензии быстрые, было бы еще классно, националисты. Так, запускаем время. Естественно, я откатился до старого патча, чтобы спокойно играть. Думаю, это и так понятно. Иначе как бы сложновато играть. Так, где вы все? А, они все ожидают. Ну, значит перед войной надо не забыть их разместить. Ну, я все время так говорю, а на деле потом бац и забываю. У нас стоит с вами только добровольцы. Ух ты. Даже ограниченного призыва нет. Вот тебе раз. Парламентский кризис. Верховный суд-то должен мешаться. Нам нужно ставить коммуникальный коммуникационный комитет. Давайте создадим. Это минус терять вообще не хочется. Так, десятая поправка нет. Мысль националистическая. Центристка. Не хочу пока с этим мучиться. Я хотел что получить-то? Я хотел вот до этого дойти на самом деле. Что нам нужно побольше народа. Только как-то мало. Реально мало народу. Хочется увеличить это количество. Унистанские повстанцы. Против Усейна. Вторжение в Рак-Вран. Исландский эмират. Афган. Субъект. Нет, мы его просто захватим. Южная политика. Консерватизм. Построить стену. Пригласить Мексику в НАТО. Но если уж и будет до этого дойдет, то я скорее всего воевать буду. Это как бы попроще и полегче. О, сколько у нас атомных реакторов строится. И фабрик, фабрик, фабрик. Все больше и больше. Но на деле нам вполне себе достаточно того производства, которое есть. Армии я особо сильно сейчас не увеличиваю. Ее и так хватает. Поэтому не будем заниматься увеличением. В целом, по планам, я не знаю, делать ли длинные или не делать. Прохождение. Оно очень легкое. В целом, было сделано чисто так для фана. Поиграть русской версии. И все. Честно. Просто вам озвучиваю, как это было. Сейчас я даже не знаю, что делать с этим прохождением дальше. То есть, до какой степени ее прохождение развивать. Что тут уже и так. Нагиб всего и вся. Все прокачано. Все готово. Противников нет. Ну, сами видите. То есть, все как бы видите сами. Я думаю, захватить Ближний Восток. А там посмотрим. Там уже решу. Ближний Восток, да, забрать стоит однозначно. По-моему, это... Ну, самое интересное, что тут есть. Палестину. Давайте превосходство. Ай, бомбардировщик-то мне не нужен. Мне все тактически на все. Ну, да ладно. Тысяча истребителей. Истребителей много не бывает, да, ребятки? Ну, мы сейчас начнем давить. Ну, тут, конечно, включить не помешало. А, отлично. Высадка не удается. Зато вот в порт вполне себе неплохо давил. Парламентский кризис не влияет. Отлично. Давайте обходим так-так-так. А ну-ка, рэ. Небольшие затирки здесь были, но в целом справились. Значит. Так, афинские олимпийские игры. Страшная вещь. Слов моих нету. Эти-ка в Голлан. Ну, все, все, все. Здесь уже все решено. Иерусалим. Конечно же, Иерусалим, друг мой. Все. Очень долго. И тяжелая война прям тяжелейшая. Израиль, кстати, сопротивлялся. Ну, как мог. Нейтрально, как мог, он старался сопротивляться. Ну, что-то как-то не зашло. Это что? А, это наше укрепление попреждено. Давайте отремонтируем все это дело. Тут как с инфраструктурой. Так себе, да? Ну, ладно. Можем вполне себе в Ливан пробиться. И, кстати, об этом и думаю. Правда, цель для войны. Завоевание Ливан. Отлично. Так, наши девять морпехов. Как бы это странно, может быть, и не выглядело. Дева девяточка. Не вам сиди, стои. Ставим высадку вот отсюда. И вот сюда вот. Да. Готовьте. Молодцы. Так, а вот эта армия у нас. 15 дивизий. Будете давить. Что я вам сейчас скажу. Больше нечего делать. Так, где у нас самолеты? 1200, да? Вот сюда вот перелетаете. И отсюда я вам задание убираю. Война просто, знаете, идет налегке. Просто все заключается в том, что надо ждать. То есть ждать какое-то время, чтобы напасть. Еще ждать, еще ждать. То есть в целом вот так все идет. По такой схеме. Оправдал войну. Подождал. Оправдал войну. Подождал. И все. Не больше, не сложнее, ничего. Так, я хотел глянуть в шаблоны. Посмотреть, какие параметры. 174, 153. Защита хороша, да? Эти больше пробивки будут хороши. Окей. Тут просто где-то 50 дивизий было. Ну, я думаю, что половину этих дивизий вполне себе можно отправить. Вот сюда вот. Скайп плывут. Явно не помешают здесь где-нибудь НС-3 атаки. Ремонт бункеров быстро прошел. Ой, сколько здесь укреплений. Смотрите, весь Израиль в укреплениях. Просто реально весь Израиль с укреплениями. Я-то думаю, а что как было здесь интересно? Укреплений полно. Кстати, неплохо. Это нам позволит в будущем ту же самую Орданию забрать намного проще. Мне, кстати, дивизий немало, но вряд ли она что-то способная может представить против нас. Поэтому можно не пугаться. Так. Механизация, механизация. Легкие танки. Полно легких танков. Прямо вот бери не хочу, да, называется. Шифрование, дошифрование. Ракета. Ракета, кстати, рано еще. Вот не знаю, почему их так сделали. Типа еще рано. Немножко грустненько даже. Хотелось бы их уже забрать. Потому что вполне себе логичные вещи. Танки. Вот вообще ненужные вещи. Вот аэр. Воздух. Самолеты исследованы. Кстати, вот доктрины на них нет. Видите, наземную поддержку исследуем. А, подождите, наземную поддержку. Что-то я про доктрину-то эту забыл. Давай авианосцев улучшать. Конечно. Апгрейд, апгрейд авианосцев. Хотя вот кто нам на море будет мешаться? Единственная, наверное, страна это ВБ. Но и то, знаете, что-то я сильно сомневаюсь, что она мешаться будет. Вот реально, очень сильно. Мне кажется, скорее ее будет достаточно-предостаточно. Ладно. Так, у нас вновь все хотят давить отсюда. Справитесь? Думаю, справятся. Ребятки, 180 с атаки, конечно, не так много. Но в целом я им доверяю. 108-я дивизия. Ну, 108-й батальон. Так, класс убираю. Вас тут нету. Воду нас тут держат. Да, 9. Между прочим, аж 9, как видите, авианосцев. Сильная армия. Что с постройком? Пока подходит ремонт инфраструктуры. Потом как раз скоро подойдут у нас и ядерные реакторы. Их я очень много поставил. Можно сказать, почти везде вроде бы, если не ошибаюсь. Это будет хорошим подспорьем. Так, 15 политической власти. Выбор, конечно, классный. Армия США, ВВС США. Конечно же, армию США берем. Здесь маневра, маневра, маневра. Но самое интересное вот взять. Чисто для меня. И все. Чрезвычайный закон. Чрезвычайный законный проект. Или законодательный. Как он там был, кстати? Законный. Да, все правильно сказал. Так. Захват неплохой. Здесь тоже, да? Снабжения хватает хотя бы, да? Должно хватать. Я так понимаю, регион Голлана... А, нет. Он единственный сам по себе. Анклав. Плюс два. Минус два. Ждем времени. Я не знаю, кстати, с Кипром что делать. Оставить его независимым или не оставить. Такой вот вопрос. Очень сложно решаемый. Высадить сюда не сложно будет. И если я не ошибаюсь, то подождите. Насчет НАТО там. Да, он не в НАТО. Поэтому проблем здесь... Проблем быть не должно. Но посмотрите просто на количество НАТО. На то, сколько стран, какая территория занимается. Этим альянсом это просто жесть. Наверное, все-таки проведу войну под конец, как я вам обещал. Но опять же, вся война в НАТО увяжется в то, что надо будет высадиться просто вот сюда. Вот в ВБ-шку, потом под конец и все. Всю европейскую часть захватить. Ну, раз-два. Я думаю, вы увидели в прохождении за Италию. Там это все делалось просто на изичах. Здесь особой разницы быть тоже не должно. Реформа переписи. А-а-а, кто-то скрывался. Эмиль. Знаете, такое... Когда на тебя оправдывают... Словения, Словакия, Польша, Мальта, Литва, Латвия, Венгрия, Эстония, Чешская Республика, Кипр... Эй! 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 Где Кипр-то? Вы о чем? Польша была. Все было. Кипр не присоединился, не хочет. Так, взяли. Хорошие бонусы, реально хорошие. И остается последний. Противопехотная атака и противотанковая. И прорыв. Так, а что это такое? Зачем мне план? Уберись. Мне твои планы вообще не сдались. Так, подлодки, конвой его. Зачем мне... Ну, пускай я производитель. Ладно, пускай. Крейсеры легкие. Много всего. Это хорошо. И реакторов просто. Куча, 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 куча. Так, а время исследования минус 2 взяли. Ну, зачем минус 29, да? Теперь будет, если я не ошибаюсь. Ну, жестоко с таким показателем. Жесть жестоко. Просто никто ничего нам противопоставить не сможет по исследованиям. Давайте здесь возьмем ремонтную роту. Может быть, я дойду до танков. Может быть, они вдруг станут нужны и хороши. Ну, что-то как-то неувереннее в этом деле. И так все вполне себе хорошо и приятно. Поэтому зачем нам танки? Не, можно, конечно, оправданно сейчас заключить на тот же самый Дамаск. Но, видите, время на 60 дней дольше. То есть, по лыке нам можно и подождать уже. 60 дней все-таки большое привлечение. Хотя, я думаю, вот сейчас война закончится. И сразу два претензия. Сюда и сюда сделаю. Чтобы Ирак захватить вот прям, знаете, по залету так. Бамс. Быстренько. И все. Выборы. Консерваторы победили. Правящая партия победила. Так, конечно, правящая. Кто же еще мог победить, как не правящая партия-то? Это логично, по-моему. Скорость ведь авиабаз. Вообще людей очень много. И... Хоть кого выбирай. И радуйся хоть кем. Здесь вот есть вроде бы на артиллерию мастера, да. И на бронетехнику мастера. Ух ты, сколько мастеров-то просто, знаешь, посмотришь, атаковое спидназначение, атака пехоты. Можно потом будет расширенный призыв бафнуть. Да, объема заводского производства плюс пять. Это странно. А, тут он еще больше, точно. Если объема заводского производства уменьшится. Тут, кстати, минус. Неприятный такой минус. С пять дивизий. Вот куда их потом отдать? Пробую вспомнить. Давай сюда. Эти двадцать четыре у нас отходят под командование. Кого там опытного? Никого. Только из тебя выбрать. Китайская Народная Республика объявляет войну Индии. Ох ты. КНР и Индия. Начинается мега заруба. Давайте посмотрим, сколько у кого. 110, 215. 116, 310. Заводов, смотрите, около сотни и сотни. Здесь явно меньше. То есть Индия должна проигрывать. Но у Индии есть одно большое преимущество. Это наличие гор по границам. Просто в горах можно стоять и, я не знаю, там, аннигилировать противника, который реально ничего не сможет. Ну, посмотрим, как, конечно, она пойдет. Сложно загадать. Но я почти на сто процентов уверен, что ничего не сделает Азиатская Народная Федерация. Макао присоединяет. Чего тут еще? Какая еще? Азиатская это... Ага. Вот она. Азиатская Народная Федерация. Макао все-таки присоединяются. Походу, с Китаем придется воевать. Усмирять его агрессию против Индии. Но заодно и Индию забирать. Ну, это такой, знаете, двоякий шаг. А ты кого держал? А, это мексиканская граница. Но она неинтересна. Она нам ничего не дает. А у нас 24 новые части. Это хорошо. Ждем теперь начало войны. Одна дивизия Гранд Стрелков готова вступить в бой. 281, кстати. На сотку больше. Ой. Калаш. Типа калашник, кстати. Тоже у нас здесь входят в битву. И смотрите, бонусы очень хорошие. То есть в атаку, в движении, в холмах, в лесах вполне себе неплохо. В горах. Да везде, кстати, бонусы. Добавки, конечно, есть. В джунглях, в болотах. Но это логично. И не такие уж сильные. У тебя как с опытом. Неплохо. Интервент просто профессиональный. Вот реально. Скоро здесь на высадке. Время на подготовку. Быстро, дешево, недорого. Да? Давайте новый центр. Сидим. И пойдем. Новый театр. Сюда. И сюда. Все. Второй американский театр. Европейский. Не, ну защиту своей территории я не бросаю. И в случае чего я готов там заступиться за свою территорию просто на раз-два. Погоди. Погоди. Теперь давай оправдать цель войны сюда. Алеппо. И сразу же оправдать завоевание цель войны. Вот сюда вот. Чтобы все так, знаете, подряд шло. Объявляем войну. Объявляем. Объявляем. Полетели. Просто 66 сразу же. Ну, кстати, не скажу, что он быстро пробьет. Там есть дивизии, которые я пробить не могу. Это сам себя как бы говорит о том, что... Даже столицу пробить не могу. Но сейчас 8 дивизий высадятся. Я думаю, будет попроще. Да, я же сказал, будет попроще. Все. Десантники. ВДВшники. Ой, ВДВшники. Десант все решил морской. Просто. Просто морской десант все зарешал. Я думаю, там будет что-то интересное. Здесь бац. И все. И конец. Бац. И конец. Реально быстро, качественно. И недолго. Это длилось слишком быстро. Так. Готовим сюда атаку. Наши 9 отрядов котиков. Давайте вас... Опять из Тель-Авива. Вот сюда. Вот. В Атакию. И, наверное, вам немножко подкачаться надо будет. А здесь я смогу еще добавить дивизии? Смогу, но с трудом. Потому что здесь мало инфы. 8, 8. Давайте по восьмерке мы здесь делаем. Как раз к войне он построится и будет все прекрасно. Поехали. Выпускаем время. Скорее у нас есть возможность что-то еще выбрать. Хотя бы торговлю, конечно, уменьшил. С свободой на какую-нибудь другую. Но это нам много бонусов не даст. Фабрика не уменьшит. Это да. Вот. Смотрите. Стремление к фашизму. Скорость 30 бункеров. Военные, морские, ядерные. Мнение. Просполитическая власть. Небольшая. Скорость 30 инфраструктур. Во! Не взять. Инфа пойдет строиться в 25% быстрее. Вот. По-моему, это хороший бонус. И, главное, приятный. Так, что у нас с снабжением? 15. Вполне себе, думаю, влетают. Тоже ставим вас сюда. И также ставим вам цель. Так. Мышка. Давай-ка ты мне тут аккуратнее. Не чуди. Все. Полетели. Сейчас эти морпехи обучатся. Заново. До опытных. До регулярных. А то как-то подкачали немножко с обучением. Погоди, 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 погоди. Что-то интересное. 1 января. Да. Долго заступал в службу. Да, здесь горнострелки слегка потеряли свой опыт. Сейчас им вернем. Решили слишком активно поучаствовать в боевых действиях. Вот видите, к чему это привело. Я тебя вас, наверное, отправлю... Мне сейчас обучатся. И отправлю их к 24. Сюда логично было бы простого генерала поставить. Ну ладно, стоит этот и так стоит. Пускай. Ждем, ждем, ждем. Долго обучаются. Почти готов. Иерусалим. Взяли. Иордан. Сейчас еще Дамаск возьмем. Ух ты, прям такие злачные места. В начале так. В тысячах каких-то годах. В начале тысячных годов. Где самые-самые битвы проходили. Так, все. Отменяем. И отменяем. Четко сопротивление нам здесь никто особо не оказывает. Я посмотрю. Четко как-то слишком легко. Смотрите, 3-дивизия. Надо пока отменить это дело. Они готовы. Отправим их чуть попозже. Выдающийся политический активист. Стабильность повышена. Политическая власть плюс 5. Мне кажется, или наша стабильность скоро очень высокая. Должны стать уже очень скоро. Так, организация броня. Маневренность. Организация. Ух ты. Просто организацию сейчас добьем до таких высот, что прям жесть. Тут Судмарино тоже есть. Сейчас Судмарино тоже очень интересно прокачать. Потому что их прокачка даст неплохой бонус. И в целом они станут очень способными. Даже в одиночку творить беды. 192. Ну, давай возьмем за 192. Почему бы и нет? С другой стороны, зачем с таким опережением, когда может что-нибудь дешевенькое пока взять? Из тех же самых кораблей, я не знаю. Вместимость морского десанта. Плюсиком, да, пойдет. Она нам нужна? Я думаю, что нужна. Давайте возьмем сначала торнадо. Класс торнадо. Это надо бы заменять. Я так подозреваю, что у нас да. Второй здесь уровень пока. И свободные верфи. Побег из тюрьмы. Ну, здрасте. В конце концов они поймают. Нам нужно реформировать нашу тюремную систему. Реформируем, конечно же. Давайте дострою ров немножко. Все туда же, в Нордфолк Карерс. Вот этот вот вроде бы, да? Да. Смотрите. 9, 6, 10, 45, 15. Подлодок мало, но в целом можно жить. Противотанковое улучшение пошли. Давайте противовоздушное теперь. ПВОшка, которой мы не пользуемся, но в будущем чисто теоретически когда-нибудь начнем. О, теперь 4 миллиона народу. Все. Просто. Теперь реально все, ребят. Теперь даже мучиться не о чем. Народу теперь просто жесть сколько. Подружиться с Тайванем, подружиться с Куреей. Что еще есть? А, проекты разные. Ну, нет. Нет ребенка, оставшегося позади. Южная политика. Давайте подружиться с Тайванем. Томас Южной Кореи. 140 дней займет. Это 210. И, короче, 280 дней нам надо. Ну, как раз за это время, я думаю, мы доберемся с вами и захватим Иран. У которого там, кстати, ух ты, 60 дивизий. У него буст рождаемости большой. Зато народного потребления фабрик очень много уходит. В целом, получается, что у него не так-то и много. То есть, со временем мы должны выбить его войска и дойти до Афгана. Цель Икс наша, да? 60 дней прошло. О, интернациональный альянс. Погоди, погоди, погоди. Может создавать альянс. Вот это интересно. Сейчас, знаете, если альянс какой-нибудь прибудет, это даже будет весело. То есть, с альянсом повоевать, это будет классно. Мавритания. Одинокая, бедная страна, у которой даже нет военных заводов. Но до сих пор живет как-то и радуется. Да. Ну, это странно, что нет ни одного военного завода, на самом деле. Было бы логично, чтобы они были. Вот так вот. Все. Индия присоединяется. Ох, 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 ох. Смотрите-ка, бедный Китай. Индия и так не потеряла ничего, а отбила у Китая. Так смотрите, что сейчас еще. ОДКБ, Индия и Россия. Просто мечта всех россиян сбылась, что Индия к ним в Альянс вступила. В реальной бы жизни еще так было, но Индия в реальной жизни как-то не особо к России смотрит. Да, в итоге Китай пошел экспансировать за Дальний Восток. На деле он и сейчас в реальной жизни это делает. Сокупает там земли для напорливания в десятки лет. Там для разных промышленных и всего дел. Для вырубок о том, о чем мы не знаем очень много. Так, неплохо. Даже начинает захватывать что-то. Казахстан же не в УДКБ. Класс. С Дальним Востоком просто битва будет. Я не представляю, как Китай будет что-то сдерживаться. Хотя вот в горах ему тоже сдержаться можно. Но, зная тупости, он будет здесь ставить по сотне дивизий и в итоге проигрывать. Что, Россия, отобьешь Бербиджон там? Или не отобьешь? Мне даже интересно. Не, ну реально интересно, заварушечка здесь сейчас образуется. Но Китай как-то, знаете, три провки отнял и все, больше не может. Либо у него там дивизий не хватает, либо еще что-то. Вот сложно понять чего. Да, ДКБ тут явно задавит Азиатскую Народную Федерацию. Китаю не жить. Как бы он того хотел, не хотел, но... Извини, Китай. Тут, как говорится, все решено. А нет, смотрите-ка, пошло дальше. Владивосток под контролем китайцев. Хабаровск тоже почти. Биробиджан начинает захватываться. И Амур. Вот это да, китайцы жмут. Но тут, видать, у них... Да, в России мало дивизий слишком. И явно в большинстве своем сейчас дивизии все находились где-нибудь вот здесь, вот на территории с НАТО ограничили. То есть, ну, сами понимаете. Граничили там, где не надо, скажем так. Да, Владивосток почти захвачен. Кстати, странно, китайцы захватывают. Рот ведь запрогал, нельзя объединить их. Почему стал? Вопросов просто уйма, а ответов нету ни хрена, скажем так, помягче. Че еще хотел? Вот я хотел. Конструктор кораблей. Ройал. А нет, собственный. Обязательно с кем-то дружить надо? Да. Нет, можем. Дальность, размер палубы, зато броню потеряем. Максимальную дальность, дальность, дальность. А здесь броня. Давайте-ка броню возьмем. Больше броню, броню и огневую мощь. Вот. У него это красиво выглядит. Да. Знаете, китайцы так временами экспансией занимаются. Ой, их отбивать начало. Кстати, если вот здесь вот закрыть, то можно потом всех вот этих вот убить ребяток без защиты. Вот. Я говорю, закрыл и убьет сейчас ребяток без проблем. Китай, я походу, понимаю, что все. Да, сливается. У него заводов полно. То есть, по лыке я не понимаю, как он это умудряется сделать. Ему здесь держись, не держись. Проблем нету никаких. Стрельно. Все козыри в руках. Что хочешь, то и твори. Но нет, не может. Что поделать. Соточка лишняя. Давайте тогда уберем вот эти вот. Как раз ровно тысячу. Как раз ровно тысячу. Сюда вас все на перехват. Будет тебе помогать. Недостаточно, что снабжение минус 8. На дрову кумы. Ну ты чего? Этого достаточно. Вполне себе. 37-35. Прям чуть-чуть. Прям реально чуть-чуть. Стройчика идет. Заводы подходят. В Голландии сейчас еще будет. Алеппо. Готово. И объявляем войну Сирии. Объявляем войну. Объявляем. И полетели. О! ОДКБ. Я так и ждал. Сирийская Арабская Республика присоединяется к коленцу ОДКБ. Но мы тут конечно можем сейчас Польшу заставить. Польшу начать воевать заставить. Кстати, это было бы интересно заставить воевать Польшу. Польские войска такие вторгаются в Россию. Это, знаете, мечта поляк, наверное. Мечта поляков. Ладно, сами повоевим. Тут проблем-то никаких нет. О, еще и Инзию давайте. Угу. Дать сюда, еще Армению, все остальное. Беларусь. Беларусь вступается в войну. А что ты как странно делаешь? Ты не хочешь вот сюда вот прийти? Знаете, вот когда территория свободы, но стоит такое, знаешь, типа никуда. Так, девятка. Тебя надо каким-то макаром будет отправить вот сюда вот. Да, я уже вижу. Ну, давайте. Так скажем, в Россию-матушку высадимся в Калининград. Посмотрим, что из этого выйдет. О, все, докачали мы с вами сухопутную доктрину. Началась война. Надеялся ее попозже увидеть. Да ладно. Даже звать никого не буду. В одиночку зарешают. Ибо нефиг. Ибо реально это нефиг. Ну, а что здесь страшного? Мы всех гоняем просто налево и направо. Вот. Просто вообще без проблем. В 80-ти с ним корабле. Вы просто посмотрите. Наш флот реально готов гонять и метать всех просто. Ну, ДКБ, кстати, может Китай попытаться захватить. Владивосток, кстати, пал. Красиво. Красиво. Ничего не скажешь. Ой-ой-ой-ой. Слишком опасно. Нападение отсюда. Сюда нападаем. Алеппо надо. Битва за Алеппо, ребят, активно очень идет. Алеппо. Алеппо-скооперация. Нам бы сюда, в Альхасаку, пробиться. Друг мой, я тебя в Альхасаку отправил, а не куда-то еще. Отсюда. А, кстати. Что я творю? Просто есть возможность обойти в стороночке. Не надо обойти. Я что-то атакуюсь в лицо. Ну, как я. Искусственный интеллект. Но сути это особо не меняет. О, это, кстати, даже интересно. Все. Сирийская республика. Кап, кап, кап. Сказала нам. Кап, кап. Не дает усмирить Ближний Восток России. Ну, что такое? Ну, что такое за подстава-то? Ну, как так можно-то? Не я так, не я. Сейчас и сюда вступится. Это и так понятно. Так, морпехов нет. Не трогаю. Ай, погоди, погоди, погоди. Мне аж туда не надо его. Так, поехал. А ты тоже вот. Да и куда вы? Погодите. Мне надо убрать вот это вот. Вот так вот. Давайте. Поехали, ребятки. Так, что мы можем с вами сделать? Ну, добавить пока вот сюда. Вот, ладно, так уж и быть. Наши самолеты в ожидании вылета, да? Вот сюда вот. Ну, что там пытаются прессинговать в Сирии? Ну, и серьезно, ребят. Понимаете то, что Сирия это мой регион. И никто здесь, ну, никто совершенно не посмеет. Ничего здесь мне противопоставить. Где у нас флоты? Где флоты? Флоты, флоты. Даже интересно, где флоты-то? А вот небольшой флот. Мы его ставим в сопровождение конвоев. Раз, два, три. Так, отлично. Теперь Нордфолк. О, а что это плюто? Можно же вообще высадиться сюда вот. Хм. Хм. Почему бы и нет? Что это плюто? Зачем мне высаживаться в Калининград? Когда я могу высадиться вот отсюда и вот сюда вот. Вот, вот реально. Самый ближайший вариант. Так, туда. Тогда вот эти надо немножко перестроить. В частности, того, что конвоито сопроводить надо будет здесь, здесь. Погодите. Раз, два, три. Отлично. Вот эти вот тогда, ребятки. Нордфолк. Сопровождение конвоев. Раз, два, раз. Да, блин. Сам не туда нажал. Раз, два, три. Все. Готов. Высадки. 44 дня. Тогда нам нужны сюда еще войска. В частности, я думаю, эти вот 25 дивизий переплывут сюда как раз. А Америку-то и с чем защищать? Нету. Нечем Америку защищать. Понимаете? То, что в Америке нету даже народу. Нету. Нету ничего. Сейчас будет решаться все это дело. 71 дивизия готовится. 700 тысяч человек почти. Ну, сколько там будет? Точнее, 681 тысяча. Готовятся к этой защите. Ну что, нам пора заканчивать серию, да, ребят? В целом, за эту серию мы продвинулись в Израиль, в Ливию, ой, в Ливан и в Дамаск. И начинается война с ОДКБ, с Российской империей, с Индией, ну и не империей, а федерацией. Ладно уж. Но с имперскими амбициями, без вопросов. Ну, к сожалению, что-то как-то Китай здесь в одиночку, их разносит. Особенно меня радует, как здесь, ну, как сказать, радует. Не радует, как Россия защищается очень некрасиво. Я бы сказал, очень неправильно. Но вот здесь и реально устоять легко. То есть, вот здесь вот встать, и вот здесь вот по территории, знаете, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пробок. Ну, девять, ладно. Девять пробок задержать. Вот здесь вот это вообще не проблема будет. Но я знаю интеллект. И он, скорее всего, этого не сможет ничего сделать. Но он же красавец, истинный прям. А мы готовимся высадиться почти в Кавказ. Под Ростов почти. Здесь разовем свое наступление, высадим еще войска. И все пойдет дальше, дальше и дальше. Нет, здесь, конечно, можно Польшу произвать. Я уверен в том, что Польшу в одиночку разнесет Беларусь. Думаю, дальше пойдет Балкан. Нет, точно трогать не стоит. Они слишком слабенькие, их быстро снесут. Можно так Германию призвать. Можно вполне, но скучно, неинтересно. Поэтому будем в одиночку, сами затащим. И думаю, будет интересным заключающим моментом в этом прохождении. Ладно, всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok